Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки, место, где мы с вами обсуждаем разные сериальчики. И сегодня мы поговорим про начавшийся, наконец-то, такой долгожданный проект «Секретное вторжение». Сразу давайте обговорим, наверное, самого большого слона в этом эпизоде. То, что всё это происходит в РФ. Что происходят там взрывы в конце и так далее, и тому подобное. Давайте мы представим, что мы же знаем, что в Марвел-вселенной очень много разных параллельных вселенных. И давайте представим, что в этой параллельной вселенной, в которой происходят события, у них правит не Пукин, а нормальный человек. И люди там не людоеды, они не нападают на своих соседей. Что они живут, радуются, выходят на праздники. У них тоже отмечают День народного единства. И при этом они не нацисты, которым не нравятся украинцы, а действительно радуются тому, что есть замечательные соседи, разные нации и народное единство не празднует. Вот давайте представим, что всё это происходит в таком мире, где нет нападения на Украину со стороны РФ. Таким образом, мы давайте будем сопереживать тем людям, которые ходят там с триколорами. И мы не хотим, чтобы произошёл взрыв, мы не хотим, чтобы начались военные действия между Америкой и РФ. Так что давайте мы представим, что это параллельная вселенная. Хорошо? Мы же можем представить, что это параллельная вселенная. Мы можем представить про параллельную вселенную, там, когда разные сериалы, адаптации происходят, что оно не совсем вот так, как в книге. Мы можем это представить. Так что давайте представим и здесь. Кстати, сериал получился довольно-таки неплохой. Чем-то даже вот по вкусу мне напомнило Капитана Америку, да, вот этот вот последний, где было Прабаки, Зимний солдат и Ястреб, когда он стал Капитаном Америки. Где-то более взрослая, где-то более чернушная. Но у нас всего будет шесть эпизодов у этого. И самый последний будет 26 июля. Так что у нас шесть недель. Если вам нравится, если вы тоже смотрите, давайте вот собираться вместе, будем обозревать. Я, кстати, футболку с Бэби Йодой процепил, ну, потому что с Грогу. Во-первых, это же сериал от Диснея, а у меня, ну, не оказалось ничего с этими, со скроллами. Представим, что это, может, скролл превратился в малыша Грогу. Ну, и вообще сейчас у нас, малыш Грогу, очень в тренде. У нас даже заложный с Бэби Йодой не стесняется выйти на публику. А я шо? Буду против? Нет? Продвигаем Бэби Йоду в большие массы. Итак, погнали. Ну, прежде чем мы пойдем тоже по эпизоду, по кадрам, вы заметили, наверное, я поставил 9 баллов. Вы спросите, дядя Вова, а за что 9 баллов? Потому что дядя Вова... Я на память знаю буквы, ягод нет, кислее клюквы. Я не могу, когда есть клюква. Это для меня всегда вот балл в минус. Я помню, был сериал, мне очень нравился, Никита. Такой на задний план смотреть. Ну, вот там каждый раз, когда показывают русскоговорящее что-то, вот они поехали в Россию, поехали в Украину, поехали в Казахстан. Всегда вот где-то вот в этом районе крутятся всякие там, собирают грязные бомбы или еще какую-то фигню едут добывать. И надписи. Иногда надписи латиницей, даже не латиницей, а кириллицей, но буквы, собранные абы как, иногда даже не проверяют написание. Тут, слава богу, хоть надписи были нормальные. Почти, что везде. Я сидел специально смотрел. Но некоторые сцены, например, когда там мячик поскакал, и девочка побежала за мячиком и увидела темнокожего. И мама, реплика, дочка, дочка, иди быстрее сюда, уходи, дочка, домой иди скорее, дочка. Я думаю, господи. Во-первых, написание, хрен знает какого, может для американцев, когда они слышат, там какие-то джибрыш, джибрыш, такой, бро-го-го, для них непонятно, что говорят. Слышно, что вроде, ну, на русском говорят, и на русском все, ладно, хорошо, засчитан, значит, Москва. Вот, но для всех тех, кто понимает, что происходит, во-первых, актерская игра у всех русскоговорящих, я не знаю, через одно место. Ну, как они там кастинг проходят на это? Я вот не верю, что особенно, сколько людей поуезжало сейчас актеров, интеллектуальная элита повыезжала оттуда. Что, неужели нельзя найти актеров для сериала? Ну, честное слово, понабирай, понимаешь, у массовка, понимаешь, что там особо сильно не надо. Но вот это количество засилия шапок-ушанок, ну, не знаю, меня это всегда немножечко подбешивает, когда я смотрю, потому что думаю, ну, зачем? Тоже смотрели флэша без спойлера, но там не обошлось без поездки в Сибирь, не буду рассказывать, почему. Ну, и там сразу, поездка в Сибирь, и начинается. Что-то такое вот, как будто бы хор какой-то поет. Милитаристический. Вот это вот постоянно всегда нужно какой-то вот такой вот, потому что только такие песни могут ассоциироваться у американцев с Советским Союзом и с РФ. Не знаю, не знаю, ребят. Короче говоря, вот за это только минус. А так, в основном, все понравилось, и картинка, и история, и замануха сюжета. Сейчас пойдем по кадрам, но прежде хочу сказать спасибо большое моим замечательным спонсорам, которые поддерживают мою секретную миссию по распространению хорошего настроения в массы. Так что поднимем чашечку. Алена, кстати, спасибо за подарочек. И погнали. Для тех, кто вдруг пришел вообще к нам в первый раз. Что ты сидишь, что ты болтаешь, что ты несешь. У нас здесь не так, что на 10 минут собрались. Быстренько нарезка из кадров, какие-то отсылки на комиксы. Нет, мы здесь собираемся для атмосферы, для настроения. Вот вы посмотрели сериал, а вам не с кем его обсудить. Вы пришли по адресу, потому что дядя Вова, мы обсудим разных персонажей, с кого-то посмеемся, с кого-то поплачем. Дядя Вова бесплатный психолог. Вы приходите, послушайте и где-то вынесите зернышко истины. Надеюсь. Вот. Если вынесли, или хотя бы улыбку, поделись улыбкой своей, конвертируйте ваши улыбки в лайки. Вот сейчас самое время по хронометражу. Если лайк не поставили, поставьте. Алгоритмы засчитают. И дядя Вове будет приятно. И ютуб будет пощекочить в хороших местах. Начинается тоже с агента Роса. Боже. Я сижу и думаю, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Иди там. Нужно снимать новый сезон про этого. Шерлока Холмса. Я так хочу. Так жду нового Шерлока Холмса. Наверное, не дождусь. Или уже когда они состарятся, сделают ту часть, которая 20 лет. Шерлок Холмс 20 лет спустя. Не знаю. Не знаю. Так хочется еще Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Ну ладно. Ну, тоже. Один из любимых персонажей. И он у нас так часто кругом светится. И что у нас недавно такое вышло? Он там тоже засветился. Там девочка была. Железный человек. Железное сердце. Он же там тоже засветился. Господи, дай бог памяти. Там под водой. Подводные люди. Подводные. А, Ваканда Форева. Точно. Забыл. Вот. Ну, в общем, короче говоря, видно, что. А где он настоящий? Если нам показали, что он шпион. Ну, тут сразу было понятно, что он шпион. Мне понравился этот мужик с этими развешанными записульками по стене. Это вот такое мема. Знаете, есть. Как я объясняю своим друзьям сюжет? Любой сериал можете подставить. Скорее всего, Dark, наверное, это самый сложный сериал, который я когда-либо пытался объяснять своим друзьям. Кто как с кем связан, кто кому как относится, кто чья мама и в то же самое время дочка. Ну, в общем, короче говоря, я поражал немножко тут с такой себе мемашной отсылки на самих себя. Ну, и тут понятно было. Понятно было, что он на самом деле не настоящий, а скролл. И нам уже вот ведут к тому, что есть плохие скроллы. Бехотня по городу. Опять-таки, ребят, я не знаю. Не знаю, в этой параллельной вселенной, может быть, тут так оно все и есть. Но в некоторых местах мне вообще показалось, что просто покрасили триколором многие вещи сказали, все, это будет уже Москва, давайте. Вот тут Москва такова-то и будет. Все там поодевали девочек в косынок, дядь в шапки-ушанки. И все, кстати, я сидел, смотрел на главные эти стереотипы. Я сидел и думал, так, мне нужно, чтобы увидеть медведя, матрешку, балалайку и должны выпить водку. Думаю, так, скажите мне, я три насчитал из этого. Медведя только не увидел. Увидел до хрена матрешек, увидел пьющих водку. И эта балалайка была на празднике Дня народного единства. Там стояли на балалайках, нарояливали. А, кстати, интересный момент про заставочку. Говорят, что заставочку к этому видео сделала нейронная сеть. Вот такой интересный фан-факт. Теперь возвращается Ник Фьюри. Если вы думаете, откуда Ник Фьюри, почему, откуда, с космоса, что происходит. Если вы не досиживаете до... После титров сцены есть в Marvel-овских проектах. То в одном из Человечков-пауков там было такое, что Ник Фьюри помог Человеку-пауку. Там сидела. И вот новому этому, Тому Холланду, который... И они потом едут. И раз. И Ник Фьюри превратился в скролла. В инопланетянина. И подружка его, которая... Как я встретил вашего маму. Сейчас просто два сериала. Как я встретил вашего папу, как я встретил вашу маму. Я все путаюсь. И они превращаются. Ты должен сообщить Нику о том, что здесь произошло. И вот этот скролл набирает по телефону и Нику сообщает. А Ник все это сообщение просмотрел, находясь в космосе. Потому что они строят новую программу, которая называется Сейбер. Мне так кажется, мы подробнее узнаем про эту космическую программу в новом фильме, который выходит про Миссис Марвел. Там будет у нас Миссис Марвел, которая Капитан Марвел. Потом Миссис Марвел, которая девчонка. Помните? Которая получила такой себе нарукавники классные. И может магию собирать вокруг себя. Тоже диснеевский мини-сериал был. И там же будет это. Атом ее, по-моему, зовут. Которая из Ванда Вижн. Получила свою силу, когда Ванда ее магией кинула. И она через щит пролетела и получила свои способности. И вот эти три героини будут вращаться вокруг этой... Не в прямом, а в прямом переносном смысле. Будут вращаться вокруг этой космической станции Сейбер. Вообще, конечно, Сейбер это этот, знаете, меч. Правильно, меч это сорт. А Сейбер это вот, знаете, как самурайский такой меч, который разрезает. Если я правильно понял по бремя... Не знаю, что именно за аббревиатура. Надо будет посидеть, погуглить. Если кто знает, напишите в комментариях Сейбер и расшифровку. Но у меня такой вопрос. Вот Ник Фюри. Пишу же, елки-палки, обжегся. Щит у нас был, да? Защитная тоже организация, которую под себя подмяли Гидро. Всех потом прокатили. После вас все это чуть ли не использовали. Сейчас новую программу начали. И тоже на этом Сейбере все его строят инопланетяне скроллы эти. У меня тут возник еще вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, может я где-то прохлопал ушами. Я очень внимательно пытался смотреть, но не высмотрел. Когда произошел вот этот момент. Мы знаем, что Ник Фюри, если вы досмотрели всегда эпизоды до конца. Вот там экстра сцена была. Когда Танос сделал вот это. Все начали рассыпаться. И там в конце Ник Фюри, перед тем, как разлететься на атомы, успел отправить сообщение Капитану Марвел. И все. И он тоже разлетелся на части. А скроллы, половина их популяции тоже рассыпалась в труху или нет? Мне вот интересно. Только подействовала. Потому что задача же Таноса была ограничить всю вселенную. Не выборочной. Не так, что хорошо, я сейчас уничтожаю абсолютно всех людей, но всех скроллы остаются. Нет, там же именно весь смысл был, что Танос был не предвзят. Кто должен исчезнуть, а кто должен остаться. Не то, что там кто-то пришел и мил бабки. Подобошлял, сказал. Дайте мне, пожалуйста, индульгенцию, товарищ Танос, что когда вы щелкнете, я не испарюсь. Нет, что всех одинаково. Значит, соответственно, скроллов тоже должны были исчезать. Повлияло ли это исчезновение каким-то образом тоже на создание вот этого движения? Еще, помните в том же самом Капитане Америки новом, с Баки? Там же что же люди, которые вернулись, никак не могли строиться обратно в жизнь, не могли найти себе место. Ну, в общем, интересно. Посмотрим. Посмотрим, как это развернут. Вот, но тут вот это возвращение. Его видно, что очень хорошие дружеские отношения у него с этим. Ну, 30 лет знают друг друга. Этому вообще 140 с лишним лет. Но так прикольно, что он говорит, что я даже еще не вступил в кризис среднего возраста. Говорит, а что ты себе купил на кризис среднего возраста? Ник Фили говорит, этих мстюков себе завел. Нет, вообще, конечно, вот в целом, если бы это все происходило, может, в каком-то другом сеттинге, если бы это происходило не с русскоязычным населением, если бы это, может, где-то поместили куда-нибудь в Азию, и я совершенно не знаю их культуру, если бы это поместили куда-нибудь в Африку, и я тоже не знаю их культуру, я бы сказал, блин, ну все классно, все идеально, вот эти шуточки, отношения между ними, возврат старых героев, введение новых персонажей. Новых персонажей веришь, веришь в их мотивацию, веришь в эту фантастику, которая добавляется, в эти технологии, во все это веришь. И это подкупает, потому что, например, когда я смотрел Абивана Кеноби, да, у меня вот прям фейспаум был, у меня можно было после шести недель тут просто отпечаток пальцев снимать с моей морды, потому что, ну, это просто верх тупизма там был. Здесь, я смотрю, я получаю удовольствие. Надо глянуть, кто сценарист здесь, может дело в сценаристах или режиссерах. Короче, в следующем эпизоду на гуглю посмотрю. А чем далеко ходить? Давайте глянем. Давайте сейчас. Вы куда-то торопитесь? Я до пятницы абсолютно свободен, как тот Винни-Пух. Так, что у нас? Директор. Писатели. Кайл, Брайан, Джонатан. Так, кто такой Кайл Брэдстрит? Кайл Брэдстрит. Что он у нас писал? За что он? Он у нас мистера робота писал. Ну, прям сразу у меня, это прям, прям, ну, если мистера робота писал, 9 серий аж писал, мистера робота. Так, хорошо, хорошо. Кто еще? Брайан Такер. Брайан Такер. Что у нас Брайан Такер писал? Ничего не знаю. Ни Перфект Дэй, не знаю, ни Брокен Сити. Ладно, хорошо. И третий. Джонатан Хиршебэйн. Господи, дал же бог фамилию. Ничего не знаю из этого. Ничего не знаю. Но надеюсь, что они были просто на подписках. Там под танцовки. Ну, ладно. Хорошо. 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 Оставим в покое писателей. Ну, мне понравилось. Мне понравились диалоги. Мне понравились взаимоотношения между этими персонажами. Ведения. И не было такого. Ой, давайте сейчас сыграем на Камео ради Камео. Пасхальное яйцо ради пасхального яйца. Все здесь было органично. Вот. Очень понравилось. Мы узнаем историю, что что-то случилось с его женой. И узнаем и про дочку. Сразу было понятно, кто его дочка. Там как бы и не делали из этого интригу. Знаете, не было вот этого индийского сериала, что никто не знает. И потом в конце. У тебя родинка в том же месте, где у меня. Значит, мы отец и дочь. Давай станцуем по этому. И начинается. Нет. Вот этих вот свистоплясок всего не было. И за это огромное спасибо, что сразу всем все было понятно, что это его дочка. По разные стороны они находятся от баррикад. Очень интересный тот же момент идет. Все смотрят. Говорит, я пойду прогуляюсь. Говорит, ты что? По Москве пойдешь гулять? Мне вот, конечно, интересно, как много по Москве ходят. Ходят темнокожих мужиков в шапке. Мы на днях обсуждали. Древнее имя этой шапки. Ну, короче говоря, как много таких мужиков ходят. Естественно ли, они привлекают внимание. Ну, и тут эта девочка, дочка, дочка, уходи, дочка. Бегом иди домой, дочка. Кстати, мусорные контейнеры очень даже американские. Не знаю, кто у нас там специалисты из РФ. Сообщите, пожалуйста. Мячики радужные продают. Смотрите, вот еще один символ. Почему параллельная реальность? Тут бы уже Мизулина выскочила бы с Милоновым. И этот мячик радужный потыкали бы ножиком. Потому что скрепы нарушает. А тут девочка спокойно играется с радужным шариком. И никто за пропаганду ЛГБТ никого никуда не притаскивает. Вот так вот. Ой, понравилось мне. Оливия Колман. Ребят, Оливия Колман это вот моя личная любовь. И ее появление вот в Короне для меня это было отдельным приятным сюрпризом. Эти серии обожаю. Там, где она играла фаворитку в фильме недавно. Отец фильм мы обсуждали, да? Где она дочь Энтони Хопкинса играла. Вообще, Оливия Колман это вот. Я вот смотрю Оливия Колман и все, у меня падает пелена. Я готов многие вещи простить. Если она даже где-то что-то плохо сыграет. Вот у меня слабость. Оливия Колман. Я смотрю, я обожаю ее как актрису. И я готов ей простить очень много каких-то недостатков или еще чего-то. И она здесь настолько органичная. Вот тоже видно, как они обмениваются всеми этими шпионскими уколками друг к другу. Замечательно. Вот этот вот дуэт. Знаете, как говорят, химия. Химия, когда есть два персонажа, не обязательно должны быть какие-то любовь, да, морковь. Если это романтическая комедия, то естественно там должна любовь, морковь быть. Но если, например, это детектив и у нас есть главный детектив и напарник. Почему, например, настоящий детектив первый сезон вообще это пушка-бомба? Потому что там такая сумасшедшая химия между МакКонахи, alright, 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 и напарником вылетела фамилия из головы, Harrison, не Harrison Ford, нет, Harrison. Короче, забыл. Настолько сильная химия между ними, что ты веришь, веришь вот в этот дуэт, да, когда они работают. И здесь тоже вот химия между этими, ну, знаете, профессионализм не пропьешь. И классно было на них посмотреть, как они взаимодействуют. И мы понимаем, что у нас про заговоры этих скроллов знают разведки, знают, естественно, в Америке, знают в Британии и знают, что готовится. Но он-то понимает, что не все так однозначно, что есть хорошие эти, не русские, а хорошие скроллы. А она считает, что нужно вообще, как там, лес, лес рубят, щепки летят, что, типа, если нужно поставить все в точечку, и придавить их, нужно всех стирать, неважно, кто попадет под раздачу. Такая вот женщина в красном. Ой, ну и тут, конечно, момент, мы узнаем, что есть поселение, им не вредит радиация, потому что нашли там какой-то завод и там построили свой маленький городок. Амилия Клак. Ну, это вот еще, еще, и снова, и снова. Слезы по жопе текли. Вот как я не могу, как я могу не любить этот сериал уже с первой серии? Как я могу поставить ему плохие оценки? Даже клюкву готов простить. Даже мужика в ментовской форме готов простить на заднем плане, потому что Эмилия Клак, боже. Ой, как я по тебе скучно. Хорошо, что приехал. Я так скучал по тебе, Эмилия. Ой, интересно, конечно, вот фруктик местный привезла, зарекрутировали, показали, как они там обустроены, живут. Завод-то, наверное, закрыли еще в савдеповские времена, потому что там и весы такие еще с 80-х, и полки такие, соответственно. Очень понравилось, как именно объяснили все замену. Вообще тут я вспомнил немножко сериал, тоже был Миротворец. Очень надеюсь, что второй сезон будет. Кто смотрел Миротворец? Ой, я вообще считаю, что в DC из последнего вот Миротворец это одно из лучшего, что они сотворили и сделали. И мне понравилось и здесь, как именно происходит замена известных, важных людей, что их помещают в такие капсулы, их импульсы, забрали воспоминания, чтобы знать, что они знают. Замечательно, 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 замечательно. Очень понравилось. И никто же никого не кинется, потому что вот у нас эти есть. Вообще эта тема, конечно, не новая. Вспомните даже этот, Мир Дикого Запада, Шарлотта, Хэй, тоже всяких известных людей заменяла своими роботами-андроидами. Тут все по логике жанра. Тут Фьюри подглядывает за своей подругой-шпионкой. Этой дают задание, отвезти денежки. Ну, это мы поговорили про шутку с кризис среднего возраста. Вообще мне интересно. Я жду, жду, когда на меня нападет кризис среднего возраста. Я знаю, все ездят покупать, в Америке мужики обычно себе покупают красную спортивную машину. Не знаю. Ждем. Ждем. Потому что как бы, ну, уже 41 год дяди Вове. Как бы уже, уже сам Бог велел начинать задумываться про кризис среднего возраста. Ну, ничего. Я думаю, я, может, дом когда выплачу. Потом разрешу себе кризис среднего возраста. Прикольная сцена с допросом. Типа, мы знаем, что жена у тебя на самом деле в Майами с футболистом. А ты в Москве картины рисуешь. Классно тоже показали, насколько сильная, во-первых, раса сильная. Они намного сильнее, да, чем люди. И вот эта вот битва с Эмилией Кларк. Как же ж ее звали? Робин. Робин ее звали в этом. Как я встретил вашего маму. Сейчас найдем. Да, Робин, Робин, Робин ее звали. Робин, Робин, Робин. Ну, а тут ее зовут Мария. Ну, тут все понятно, да, что как бы они поговорили. Он рассказал, что мама хотела, чтобы мы встретились. И тут вот такой вот самый главный вопрос, что они позже встречаются. И она говорит, что я помечу рюкзаки специальной краской. И тут такой вопрос. Это она обманула отца, специально завела его в заблуждение, осталась верна движению. Или же ей не поверили и знали, что она может так поступить, поэтому пометили сумки, а на самом деле бомбы вообще закладывали совершенно другие люди. Вот тут вот такой вот вопрос. Ну, конечно, очень мне хочется, хотелось бы, по крайней мере, чтобы Эмилия Кларк, у нее такое имя интересное в этом. Гая. 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 Короче говоря, она... Мне бы хотелось, да, что она на самом деле за наших. Что не хочет совершать переворота на всей планете, чтобы радиоактивный пепел кругом выпал, и только эти скроллы могут жить себе спокойно. Ну, тут вот эта сцена. Тут меня немножечко, конечно, вымутило. То, что как Ник Фьюри пытается разговаривать на своем ломаном русском языке, это вообще капец. Ну, можно было потренироваться. Или это максимум, который он мог из себя выдавить. Ой. Вот ко медведю балалайки. Ну и матрешки. Нос разбили. Поверила ли она отцу, что на самом деле... Может, не поверила до конца, но сейчас эта мысль все равно останется у нее в голове. Она будет проверять всех. А когда убедиться точно, что те, с кем она работает, действительно виноваты в смерти ее маменьки, то тогда, наверное, будет очень-очень мстить мстей. А, мне интересно, вот расскажите, кто смотрел, съемки были действительно в РФ? Или это... Ну, только я... Шапка-ушанка, 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 шапка-ушанка... И все со звездой во лбу. Они что, пришли на склад старых каких-то советских костюмов и вытросли оттуда? И говорят, давайте, давайте, шапки. Откуда у меня хомуха, столько шапок-ушанок? Или неужели настолько у народа там, что это просто массовку собрали, а там на самом деле такие шапки-ушанки сейчас вернулись в моду? Нет, ребят, я понимаю, что, да, я вижу часто там фотографии выкладывают у нас на сообществах, которые ржут с ватников, да, там то, что то ракету себе прицепили на это, то можем повторить, то еще какая-то херня. И я видел как-то на День Победы, да, 9 мая, детей усаживают в эти коляске, которые сделаны в форме танков. Детки там в садике в военной форме. Неужели так много ватников, которые вот верят, что вот, вот, вот это наша... Это, знаете, проблема у многих подростков есть, часто высмеивается в художественных фильмах, особенно американских, да, что когда вот в школе ты был суперзвезда, играл в баскетбол, играл в футбол, неважно, любой спорт подставьте, или ты была черлидерша, и вот прошло столько лет, а ты все равно живешь вот этими воспоминаниями, потому что ничему большего ты в своей жизни не достиг, и вот ты до сих пор живешь вот этими победами. Как бы ты не хочешь думать о той фигне и жопе, которая происходит сейчас, а ты просто вспоминаешь, каким же крутым ты был когда-то давным-давно. И у меня вот складывается ощущение, что именно ватники, да, которые живут в БРФ, у них именно вот это... Они застряли в этом воспоминании, что мы были такие крутые, вот прям такие крутые, и вот совкадрочерство такое. Не знаю, но расскажите мне. И что девочка появляется с мячиком в кукошнике и в сараванчике? Понятное дело, что это скролл его тут троллит, но все равно, скролл в кукошнике и в сарафанчике, да еще и с мячиком? Откуда он это воспоминание у него снял? На расстоянии? Ну, как он прочитал его воспоминания, его мысли, что именно девочка, да еще с радужным мячиком? Матрешки кругом здоровые. И вот этот вот же главный лидер, просто в гляделки-глазалки поиграли. Не, ну хорошо, хоть ради народного единства тут вроде несколько пригласили людей из других национальностей. Там даже у кого-то желто-блокитный этот был, капюшончик. Ну и потом, конечно, все бабахнуло. Теперь же обвинят, что это же они прикидываются организационной группой, которая называется американцы против русских, что-то такое. Да, ААР. Американс гейнст гейнст рашинс. Короче говоря, хотят же раскачать лодку. Ну и Марии было жалко. Ну не знаю, ребят, мы уже столько раз видели. Ника Фьюри столько раз уже убивали. И он все равно его привозили в госпиталь, лечили. Ну, шо, все? Просто Мария на асфальте рядом с этим флажком, триколором. Все? Все? Просто для драматического элемента. Тут людей, космические технологии. Шо, некому ее исцелить, восстановить? Где наша Уганда, не Уганда это, блин. Ваканда, где Ваканда со своей аптечкой? Ну ладно. Все. Ну, нужен был какой-то вот такой вот печальный финал. Особенно они же там разговаривали немножко раньше, когда в баре были, да? Что она ему сказала, ты не готов, тебе ты уже не тот. Ты всегда меня учил, что нужно отступить, если ты недостаточно готов. Иначе это понесет последствия и будут гибнуть люди. И вот. Накаркала. Навурочила. Треба была... Та постука ты под деревом. А вот все теперь. Сглазила. Ну все, ладно. Ждем, ждем следующий. Ребят, мне очень понравилось. Жду вас в комментариях. Пишите, какой момент вам больше всего понравился. Что понравилось, что не понравилось. Давайте. Давайте в комментарии обсудим. А на этом мой обзор, разбор, дозор окончен. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok